Всем привет! Ты на канале Хирург Здорового Человека и сегодня мы будем с тобой определять кровь, но немножко не так как всегда, а с помощью DJ GEL. DJ GEL это специальная планшетка с готовыми целиклонами внутри. Как и всегда, всё начинается с какой-то непонятной жидкости. Вот вы видите планшетку DJ GEL, а там вот целиклоны старенькие стоят, а вот эта самая жидкость. Как мне объяснили, это специальный раствор, который нужен для приготовления смеси, крови и данного раствора для того, чтобы проводить исследование с DJ GEL. Его с помощью пипетки добавляют в пробирку. Сейчас всем неслабонервным лучше отойти от экранов, телевизоров, планшетов и с чего вы там смотрите. Кто-то может подумать, что я сильно драматизирую, но, знаете ли, не вы там были, а я. После этого специально обученная женщина давит мне на палец и забирает мою кровь. Дальше кровь, которую у меня забрали, добавляют в пробирку. А сейчас вам покажут интересный лайфхак. Если у вас не получается что-то смешать, то вы можете с помощью пипетки набирать в нее, а потом выплескивать. И благодаря этому будет происходить миксинг. После этого мне вернули мою кровь. Чтобы потом вновь ее отобрать. После того, как у меня забрали кровь, ее вновь добавляют в пипетку. И затем раскапывают по планшеткам. Видите, что первый ряд это А, Б и Д. Также А1. А второй ряд планшеток это уже фенотип. Но это не все испытания, которые предстояло пройти моим маленьким эритроцитикам. Дальше их поместили в центрифугу. Центрифуга, благодаря тому, что имеет огромную скорость вращения, рассоединяет жидкую часть и форменные элементы крови. Ну а дальше тетенька, которая проводила нам экскурсию, тетенька-врач. Дальше врач-гематрансфузиолог попросила оставить ее аудиокомментарий. Поэтому, извините, смотрим с аудиокомментарием. А, ну я-то знаю свой граф. То есть получается, что если внизу, то это отрицательно. Нету гемаглюцинации. А если вот наверху, то это аглюцинация. То есть если все эритроциты прошли сквозь гель и не вступили ни с кем в аглюцинацию, значит... Гемаглюцинации нет, значит, отрицательно. Значит, это отрицательно, значит... Первая положительная. Антигена А у вас нет на эритроцитах. Да. Антигена Б тоже нет на эритроцитах. Значит, это первая группа крови. Антиген Д, что называемый, редус. Вот он, пожалуйста, выглядит вот так. Аглюцинация на 4 плюса. Все аглюцинаты вверху. Значит, это группа крови первая положительная. И фенотип. Давайте вы сами. Антиген С большое. Положительный. Есть, да? Антигена С малого нет. Вы должны это знали, если не знали. Антиген Е большое. Отрицательный. Сустой. Есть антиген Е малое. И Кел отрицательный. Так. То есть, у вас редкий фенотип. Ну что, девчонки, услышали? У меня редкий фенотип. Вот такое определение группы крови. И вот вы видите, что вверху гемаглюцинация, внизу гемаглюцинации нет. Ну вот на этом, собственно, и всё. Ставьте лайки, комментарии. Пишите, вообще понравился вам такой формат или стоит вернуться к предыдущему. Буду рад любой помощи. Хочу до Нового года набрать 5000 подписчиков. Если вы мне как-то в этом поможете, то я просто вам на Новый год боженька вот так вот возьмёт. Вот так вот. Боженька. Какой боженька? Боженька и Дед Мороз. Вот так вот возьмут и вот так вот подарочки. Вот так вот. На. Махрипаха и Палайна. С вами был Хирург Здорового Человека. Спасибо. С вами был Хирург.